Работа для настоящих мужчин. В преддверии Дня защитника Отечества специалисты Ивановского межрайонного центра занятости организовали ярмарку вакансий специально для представителей сильной половины человечества. Неизвестно, связано ли это как-то с тем, что Иваново считается городом невест, но кадровый голод среди мужских специальностей действительно ощущается. Предложения есть разные, очень много рабочих специальностей, например, от токаря, слесаря на предприятиях города Иваново. Сейчас очень требуются именно рабочие и предприятия очень сложно найти высококлассных специалистов. У каждого работодателя свой стенд. Всего 25 предприятий. Крупные производства предлагают рабочие специальности. Транспортным компаниям требуются водители. Традиционно среди перечня профессий представлены и те, что считаются самыми мужскими – полицейские и военные. Мы можем предложить ребятам любые специальности. Постребованность специалистов различных есть и в различных видах и городах войск. Все индивидуально, но минимальный уровень денежного удовольствия составляет 18-400. Это без различных надбавок и так далее, в зависимости от той или иной должности. То есть, каждая должность индивидуально имеет свои особенности и свои надбавки. Принять участие в ярмарке-вакансии предложили более чем 500 мужчинам различных возрастов. Как правило, сильный пол ищет работу либо сразу после вуза, либо потому, что по каким-то причинам недоволен прежним местом работы. Мужчины так устроены, что ищут не только хороший заработок, но и в первую очередь стабильность. Ищу официальное трудоустройство. Давно уже не работал с записью в трудовой книжке. Наверное, пришло время. А хочется стабильности? Хочется, да, стабильности и официальной белой зарплаты, пенсионных отчислений. Для всех участников ярмарки-вакансии организовали также бесплатные консультации юристов по вопросам, связанным с трудоустройством. Отдельно специалисты службы помогали с профориентацией. Так каждый из мужественных посетителей смог, если не найти работу своей мечты, то точно приблизиться к ней. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.